Приветствую вас. Ну, вы знаете, неблагодарное дело быть экспертом в области отношений, потому что, как бы, тут ведь вся тонкость заключается в том, чтобы помочь вам разобраться со своими эмоциями, чтобы помочь вам разобраться с вашими чувствами, тут вся тонкость в том, чтобы помочь именно вам, а не говорить о девочке, понимаете, потому что обращайтесь так к нам вы, а не она. И потому, высказывая свое экспертное мнение об этой ситуации, ну, психолог рискует просто вовлечься в какие-то, вот, в дебри интерпретации, в дебри того, что он видит сам, и так далее, да. Вот. Мне кажется, Санислав, что, да и ваши вопросы сами, да, вот, что человек от меня хочет, почему человек не может признать своих чувств, это все вопросы про нее. Но мы не знаем ничего про нее, Санислав. То, что вы нам описали, это следствие, если вам непонятно, то нам и подавно мы ее не знаем. Поэтому я думаю, что, скорее всего, все ответы, которые вы ищете, они у вас уже есть. Просто вы не готовы по той или иной причине их признать. Ну, вы не готовы признать, например, что, допустим, девочка не ваша, или вы не готовы признать, например, что с ней у вас может что-то не получиться, или вы не готовы признать, вероятно, что-то еще. Тем не менее, тем не менее, решение у вас уже есть. Нужно, правда, это решение увидеть и признать. Это первое. Что касается второго, да, то совершенно очевидно, значит, что девушка, она некое такое, реализует поведение сценарное, то есть повторяющееся, то есть цикличное поведение, согласно которому ее отношения с мужчинами не складываются. То есть, с первым мужчиной, от которого у нее, собственно, ребенок, отношения не сложились, со вторым мужчиной, то бишь, с вами, отношения не сложились. Вот, ну, может быть, есть еще мужчины, я, конечно, не знаю, вот, но пока что это выглядит вот примерно таким образом и примерно такой, ну, такая ситуация. Дальше, значит, вы пишите, что вы познакомились с девочкой и стали вместе жить. Не очень понятно, ни что вас объединяло друг с другом, ни как у вас были чувства, ни как быстро вы начали жить вместе, ничего, ни как вы ладили с ее дочерью. Вы пишите, жили как все. Ну, опять же, здесь момент такой, что вы не можете знать, как живут все, потому что у вас есть информация только о себе, вот. Понимаете? Какая штука. То есть, вы не можете знать, как живут другие люди. Это невозможно. Посему можно говорить о том, что вы можете знать только, как живете вы. И если вы ссоритесь, значит, нет у вас в отношениях проблемы. Если вы миритесь, а потом опять ссоритесь, значит, никаких решений, проблем нет. Дальше, в последнее время отношения ухудшились. Какое последнее время Станислав? С чего все началось? Она стала ходить на разные тренинги. И я так понимаю, что здесь ситуация была опущена на самотёк. То есть, ходит она на тренинги. Ну и пусть ходит. Как бы. Дальше. То есть, пошла она на тренинг, да, ну и сама собой это всё как-нибудь разрешится. Я полагаю, что, ну, в каком ключе вы думали? Вот это, к сожалению, ошибка, потому что, если девочка пошла на тренинг, ну, значит, уже достаточно такой тревожный звоночек. Дальше. Значит, как-то раз в основу такого тренинга она позвонила и сказала, что нам надо расстаться. Проверили мы ей полтора года. Понимаю, что в разрыве отношений виноваты оба. Видите, вы ищете виноватых. Дело не в вине, а в ответственности. То есть, что я делал, почему я делал, для чего я делал, какую цену я был готов за это платить. Вот в таком консистенте необходимо воспринимать то, как вы вели себя в отношениях, а не винить. Дальше. Над ними можно работать, а она выбрала разрушить. Но если она выбрала разрушить, это был её выбор. Как вы относитесь к её выбору и по какой причине её же выбор не принимаете? Я долгое время пытался переубедить, то есть давить, то есть прессинговать. Для чего? Свои ошибки проанализировал и исправил. Уверены ли вы, что вы проанализировали ошибки и исправили их, если вы продолжали её переубеждать, что само по себе, по отношению к другому человеку является прессингом, а значит, чем-то в реальном, а значит, это тоже ошибка. Наза никакую. Заблокировал меня в соцсетях, номер телефона тоже. Наконтакт вообще не идёт. Избегаю. Это её право. Когда я с ней виделся, постоянно говорит, что я тебя больше не люблю, как вам сказали. По поводу чего вы с ней видитесь. Вы вот говорите, что вы видите, что вы пересекаетесь, что вы встречаетесь. По поводу чего вы видите, то есть как происходит процесс пересечения вашего друг с другом. Дальше. Дальше. Так. Последнее время, хотя всё это время мы вместе по зарабатывающей, она ежедневно почитает мои страницы соцсетях, но для этой моей жизни она это не отрицает, говорит, потому что это видно всё, но мне когда-то вопрос, на что ответ. Опять же, вы в таком ощущении, что вы где-то встречаетесь, а потом зачем. Если, по-другому, ты не интересен, ты ошибаешься, не ты, не все, что с тобой связано, не интересует, быть честно, не тревожь меня, я отчестно вас, мужчины, своих. Вы пишите, нет там никакого мужчины 100%, откуда вы знаете. Дальше. Если вы говорите, что она не отрицает то, что за вами, ну, то, что она наблюдает за вами, то как-то странное её высказывание по поводу того, что не вы, не все это с вами связано ей неинтересно. Это тоже странно. Это такой момент. Далее. Тот факт, что она за вами наблюдает, действительно может, ну, может не означать того, что вы неинтересны, а наблюдать она за вами может и по какой-нибудь другой причине. То есть здесь, опять же, вы, на мой взгляд, пытаетесь увидеть то, что вам хочется, но не то, что есть на самом деле, потому что по факту, интерес её к вам никак не подкрепляется, никак не подкрепляется на тебе. Вот. То есть, я понимаю, что вам хочется, чтобы она вам интересовалась, вот. Но пока что ничего не указывает на то, что это так. Абсолютно ничего пока что не указывает. Дальше, значит, вопрос. У меня специалисты. Почему человек... Да, то есть вы спрашиваете про неё, а не про себя. Да, это очень серьёзное отрождение от корня проблемы, потому что корень проблемы всё-таки не в этом. Ну, не в этом корень проблемы всё-таки там. Надеюсь, что вы для себя этот момент увидите и обратитесь к психологу именно за разрешением данного противоречия и для работы над данным аспектом. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду допомочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok